Всем привет, котеты! Меня зовут Лана, и за моей спиной вы можете видеть обратный отчет. Осталось 5 минут! О, Господи, здесь еще и большим таким вот показывают нам... Блин, оно не двигается, никуда меня смущает. В общем, баннером, можно так сказать. А дело в том, что это событие в Лайфтопе. И что я здесь делаю одна, может быть, спросите вы. А дело в том, что в России, ну вот в Москве, там по вот этому часовому поясу, сейчас уже почти 3 часа ночи. В Белграде у меня почти час ночи. И поэтому, ребята, все спят. А я вот, собственно, жду, когда вот здесь уйдет обратный отчет. И я не одна такая. Тут нас таких много. Кто ждет? Вот. И, ребят, насколько я поняла, сегодня будут выдавать какие-то волосы бесплатные или какие-то предметы. Но, скорее всего, волосы. Я так думаю. Я не знаю, нужно ли точно в это время здесь находиться. Потому что, вроде как, судя по переводу, там не совсем понятно. Но, вроде как, каждый день в определенное время. В Америке это 7 часов вечера. А у нас это, ну вот, сами можете посчитать, сколько это у вас. В любом случае, здесь будет обратный отсчет в Лайфтопе. И можно прийти и забрать предметик, который сегодня выдают. Скорее всего, будет еще какой-то, не знаю, конкурс, что-то еще. В общем, короче, задание надо будет выполнить. Но я понятия не имею, что там. Я жду. Осталось 3 минуты. Давайте постоим тут вот в очереди. Ребят, осталось уже 25 секунд. А у нас даже поезд приехал. Смотрите. В общем, все больше и больше ребят хотят получить что бы то ни было сегодня. Это начинает быть немного опасно, но ладно. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда идет к концу. Вау. О, да, присоединяйся сейчас. Это мне надо на концерт пойти. Концерт. Мрай и Керри. Мне дали какой-то бейдж. Добро пожаловать в зимнее шоу Мрай и Керри. Спасибо большое. Что? Все? Я просто зашла, и мне дали светлые волосы Мрай и Керри. От Мрай и Керри вы можете носить со страницы аватаров Роблокс. А обязательно идти на концерт? О, это она? О, господи. Ха-ха-ха-ха, серьезно, что ли? Ха-ха-ха, ребят, я первый раз такое вижу. Я знаю, что в Роблоксе периодически проводят какие-то концерты, но это очень странно. А еще вы не услышите никакой музыки, потому что, ну, авторские права, все такое, но можете посмотреть. А, да, ребят, она действительно поет. Ей подсылают поцелуйчики, аплодисменты и все такое прочее. Но раз я не могу вам дать послушать этот концерт, я думаю, бессмысленно здесь оставаться. И давайте посмотрим на волосы, ради которых мы, собственно, и пришли. Ну что ж, ребят, волосы действительно выдают. Они у вас в Аватаре. Я могла бы показать это в Роблоксе, но показываю в Аватар Криэйторе, потому что здесь нагляднее. А, к сожалению, эти конкретно волосы вы уже не успеете получить, если, конечно, не были подписаны на наш Телеграм и Дискорд, потому что, вот, как только я об этом узнала и записала кусочек видео, я это вам скинула. И кто не спал в 3 часа ночи по Москве, и кто был достаточно быстрым, успел получить эти волосы. Но не расстраивайтесь! Есть еще две прически, которые будут выдавать завтра. Ну, вернее, уже сегодня, когда вы смотрите это видео. И послезавтра. То есть завтра после того, как вы смотрите это видео. В общем, ребят, в любом случае, в Лайфтопе есть обратный отсчет. И если вы заходите и видите обратный отсчет цифр, то приходите на концерт, получаете волосы. И сейчас я вам покажу, какие волосы будут доступны. Я не знаю, в каком порядке они будут выдавать их. Одни сегодня, другие завтра. Но есть вот такая прическа. Так вот это надо снять. Слушайте, выглядит очень неплохо. Для бесплатных волос выглядит просто шикарно. Мне даже, если честно, больше нравятся, чем те, которые я получила сегодня. Вот сниму так динозавр, чтобы вы видели получше. Могу сейчас еще поменять освещение. Как-нибудь. Кажется, вот тут вот делается... Давайте-ка вот так вот пойдем в такую вот радостную атмосферу яркую. Мне нравятся волосы. И знаете, что самое классное? Мне кажется, что они будут шикарно смотреться со всякими шапочками. Вот первую попавшуюся надела сантовскую шапку и уже выглядят неплохо. Потому что они вот такие вот кудрявые. И честно, мне нравится. Прям очень хорошо выглядят. И сейчас покажу еще одну прическу. Итак, если те у нас были длинные коричневые волнистые, то эти короткие. Ну, тоже довольно неплохо выглядят. Смотрите. Мне нравится, ребят. Мне нравится. Опять же, для бесплатных волос просто шикарно. Ну, мне кажется, слишком ярко. Давайте вернемся в мою любимую вот эту тему. Вот так получше. Немного обидно, что не успели получить те первые волосы. Но ничего страшного. Я думаю, что немногие из вас-то и эти смогут получить. Потому что, ну, все-таки в 3 часа ночи по московскому времени. Да, не все живут по московскому времени. У всех разное время. Но, ребят, учтите тот, кто захочет получить вот эту прическу. Или вот предыдущие, ну, те, которые еще выдают. Они доступны буквально 20 минут с того момента, как начинается ивент. На всякий случай лучше закладывайте себе минут 15, чтобы вы смогли зайти в игру, получить. То есть, если вы придете в 3 часа ночи 20 минут, то, скорее всего, вы уже ничего не получите. Не выспитесь и будете недовольны. Но прически классные. И я думаю, что можно придумать с ними какие-нибудь бесплатные скины. Почему бы и нет? Ребят, а вот и новый сюрприз. Я этого не видела перед тем, как записывала это видео. Не знаю, когда это появилось и работает ли оно сейчас. Но если зайти в каталог и отсортировать вот так вот предметы по последнему обновлению и с нулевой ценой, то вы увидите... Ну, вот тут, правда, некоторые, которые уже нельзя. Получить мы вот так вот это уберем. Смотрите, здесь есть вот такая вот акула. Ничего себе она огромная. А ну-ка, можно ее получить бесплатно? Ноль робоксов, ноль робоксов и... Да, да. И вот такой вот человечек. Человечек, конечно, теряется в волосах и голове, но его тоже можно бесплатно купить. Ребят, это очень классно. Бесплатно купить, конечно, звучит странно. Но вот мне сказали, что эти предметы у меня есть в инвентаре. Акула просто капец какая шикарная. Я не знаю, когда она появилась. И, скорее всего, в магазине робокса, если хотите ее искать, она будет называться Festive Shark Head. Я думаю, что ее можно взять. И завтра тоже еще можно будет взять. Но она просто шикарно выглядит. Итак, дальше для нашего бесплатного скина нам нужна какая-то одежда и желательное лицо. Поэтому, чтобы найти одежду, это несложно. Можно зайти в персонажей, выбрать бесплатных и посмотреть, что за вещички у них предлагаются. Это самый простой способ. Тем более, есть довольно не ужасные вещи. Можно взять, например, вот эти вот джинсы от персонажа Лин. А футболку можно попробовать взять у... Вот кто это у нас, кстати... Ну, выглядит не ужасно. Но с другой стороны, смотрите, вот это вот... Нет, ладно, это выглядит немного странно. Почему такие странные штаны? Ладно, возьмем у Сирены футболку. Возьмем у Лин штаны. Если вы умеете добавлять на одежду всякие стикеры, то можете сделать бесплатный и добавить сюда. У меня есть некоторые, но они для других костюмов. Но мне кажется, что сюда можно было бы придумать что-то прикольное. Лицо я бы взяла, честно, обычное вот это. Оно мне нравится. Можно взять даже какое-нибудь бесплатное анимированное. Смотрите, смотрите, какая милашка сразу. Мне нравится, как это выглядит. Тем более, она еще и моргает. Ну да, не во всех играх. В Таваре это выглядит немного странно. Также, раз у нас имний скин, можно взять и шарфик тоже вот от этого персонажа. Выглядит он, правда, странноват. Мне не нравится, что он пробивает щеки. Давайте попробуем, может быть, вот у него взять шарф-даун другого цвета. Но сидит немного получше. Также вы можете использовать бесплатные предметы, которые есть уже у вас в инвентаре. Вы получали, может быть, их в каких-то ивентах или еще где-то. А у меня получился вот такой вот зимний бесплатный совершенно скин. Но не забывайте, что прическа, вот эта и другая тоже доступны будут только очень ограниченное время. И пока что вы не можете их использовать. Давайте, кстати, посмотрим, как будет с вот этой прической еще разок. Я их нашла, если что, в аватаре у именно персонажа. Вот эта вот, вот она, Марая Керри. У нее есть. Сейчас купить нельзя, но если зайти в Лайфтопию, то можно получить. Но только ночью. Не знаю, насколько это хороший совет, и все ли смогут это сделать, но в целом выглядит довольно неплохо. Мне реально нравятся эти волосы. Акула тут как бы опциональна. Если ее убрать, хуже не будет. Вот, смотрите. В принципе, уже можно вот так вот приходить в Роблокс, в Тавер, еще куда-то. И это выглядит уже довольно неплохо. Честно, мне нравится. Я бы вполне возможно так ходила, если бы у меня совсем не было бы Роблоксов. В общем, я надеюсь, что это видео было хоть для кого-то полезным, и кто-то сможет зайти сегодня и завтра ночью в Лайфтопию, чтобы получить вот эти волосы. Еще раз напоминаю, там есть обратный отсчет. Если вы не знаете, по какому времени и по какому часовому поясу вам нужно смотреть, заходите в Лайфтопию на первой же сцене. Вот прям как я заходила, все видно и все понятно. Фух, ну а на сегодня, наверное, это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!